День рождения Александра Сергеевича Пушкина А был ли Пушкин в Мордовии? На чем основана эта версия? Причиной возникшего в научной среде спора стал автограф поэта с записью народной песни «Как у нас был на улице» и рисунком на обороте. На автографе рукой у предыдущего владельца была сделана надпись «Автограф Александра Сергеевича Пушкина написано, сочинено или записано у соседки его по селу Болдину Просковья Петровна Кротковой, рожденной Новосельцевой». Эту надпись можно считать первым аргументом в пользу того, что поэт в Мордовии побывал. Кроткова фамилия соседки Пушкина по мужу. Их имение располагалось на территории Кемли и Чалковский район. Если бы поэт гостил в Апраксине, девушку назвали бы Новосельцевой. Второй аргумент – большую часть народных песен Пушкин записал именно в 1833 году, когда путешествовал по Поволжью и Уралу. В это время был оставлен упомянутый автограф. Третий и самый веский довод – песня сама по себе типична для жителей этой части Мордовии. К этой теме обращался бывший директор музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в селе Большое Болдина Юдис израильной Левина в 80-е годы. В 1983 году ею была опубликована статья во времене Пушкинской комиссии о Пушкине и Кротковых, его соседях по болдинскому имению. И вот эта статья, она дала, так сказать, повод для размышлений, для поиска того, где мог побывать Пушкин на территории вот нынешней Мордовской республики. Юдис израильна выдвинул такую версию, что одну из народных песен, как у нас было на улице, Пушкин записал в Кемле. Тогда это было большое торговое село с большим базаром. Это село находилось и находится не так далеко от Болдина. Существовала прямая дорога через лес на Михалков Майдан и затем с Михалкова Майдана на Болдина. Эта песня, как у нас была на улице, у нас на широкое, парни-девки разыгрались, молодушки расплесались. Она небольшая, она такая хороводная, хороводного типа. Дело в том, что Пушкинам записано больше 30 песен народных. С именем другого представителя славного рода Рождественско-Богородичная церковь связана даже документальная. Здесь был крещён племянник поэта Анатолий Львович Пушкин. Здесь же он был и отпет после кончины. Если родственники поэта относились к числу прихожан именно этого храма, логично предположить, что и он не был исключением. У тех, кто по разным причинам не хочет верить в визит великого поэта в Кемлю, весомый аргумент один. Документальные свидетельства о существовании дороги между Болдином и Кемлей появляются только в конце 19 века. Однако что мешало той неизвестной дороге быть просёлочной, так сказать, неофициальной? Отметим, что Анатолий Пушкин на свет появился в 1846 году, но Кемлинскую церковь всё же как-то попал. Подойдём итоги. Народное телевидение Мордовии присоединяется ко мнению большинства учёных, признающих, Пушкин в Мордовии был. С вами была Елена Сергеева. Читайте классику.